Медитация Медитация, знак равенства, отсутствие Когда человек уходит в ментальную сферу, в ментальную постаси, в ментальную чистоту По факту он отсутствует там, где его тело Он уходит в придумывание, визуализацию, прислушивание, все что угодно То есть любое размышление, он один на один с менталом И по факту его у себя как не было, так и нет, и даже хуже То есть человек уплывает, не осознавая, что с каждым разом возвращаться в свое бренное тело Ему будет все тяжелее и тяжелее Как я опять-таки говорю, думать о чае и пить чаю не одно и то же Или как читать в ресторане меню не значит, что ты отобедал То, что человек будет все время продумывать о просветлении, о пробуждении Эти додумывания и эти размышления никогда ни к чему не приведут Напротив, они максимально блокируют возможность осознать человека Чтобы осознать именно то, что человек даже и не сдвинулся с места И что посредством такого думания или посредством такого предположения Вообще достичь ничего нельзя То есть человек не замечает этих путей Он считает, что он делает нечто благое и правильное, духовное И как мы знаем, благими намерениями услана дорога в ад Почему? Потому что дорога – это не мысли Дорога – это не мечты Дорога – это не погружение в свое мышление Дорога – это присутствие себя у себя Это присутствие с собой в каждый конкретный момент Когда момент и ты есть одно Но это не означает, что момент – это то, что Эй, ты где там? А я здесь, я сейчас Нет, это не момент Это игрульки Настоящий момент – это когда человек есть осознанность И всеобъемлемость всего, что произошло с ним К этому моменту То есть это действительно сферичность Это абсолютная бдительность, включенность Это тотальное присутствие Без наблюдения и, соответственно, без намерения Ничего этого произойти не может А почему не происходит? Потому что нет зова Потому что игрульки вот в эти вопросы ментальные Никогда не находятся на одной линии с зовом Далее Чем больше человек чего-то ждет Чем больше он напрягается Действительно он пережимает Потому что он находится именно в ментале Посредством ментала он думает Посредством ментала он предполагает Посредством ментала он надеется и верит Посредством ментала он ждет И, соответственно, ничего происходить не будет Потому что человек думающий и человек действующий Или человек присутствующий Это все разные фазы, разные алгоритмы Путать это нельзя. И потому пока человек находится в некой иллюзии о том, чего он хочет добиться, а самое главное в иллюзии о том, кто он сам есть на самом деле, ничего хорошего, и никакого прозрения, никакого пробуждения, естественно, происходить не будет. Еще что я хочу сказать. Человек, отождествленный с личностью, отождествленный с образностью, отождествленный с менталом, априори находится внутри персонажности, внутри сценария, внутри пьесы, и пьеса никогда человека сама по себе не освободит. Под пьесой я подразумеваю информационный сон. И получается, пока человек не знает о том, что он находится во сне, не знает, что такое на самом деле, как это выглядит находиться во сне, какие здесь принципы, как все это функционирует, он априори освободиться не может. И получается, обреченность человека в том, что он находится внутри сна, не ведая о том, что он внутри сна, а лишь иногда, возможно, предполагая, что, возможно, это сон, и на этом он успокаивается. То есть, находясь внутри мышления, это все равно, что человек находится на дне воды, совершенно плавая, да, как бы на дне, не видя Божьего света, не видя солнечного света, как угодно можно здесь назвать. Но при этом он мечтает, что однажды он окажется на суше. Не окажется, потому что сначала ему нужно осознать и признать, что он находится на дне, на дне воды, то есть знак равенства, на дне своего мышления. Если не произойдет разотождествление, никакого прозрения, никакого пробуждения человеку не светит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова